Животный мир полон красивых и загадочных процессов. Гусеницы приходится пережить сложные и поистине удивительные метамотфозы, чтобы превратиться в бабочку. Многие из нас в детстве находили в траве красивую мохнатую черно-оранжевую гусеницу, которая умеет сворачиваться в клубочек. А задумывались ли вы, какая бабочка получится из такой гусеницы? Нам стало очень интересно, и чтобы удовлетворить свое любопытство, мы нашли такую гусеницу и принесли ее домой. Это происходило в середине лета, но мы решили опубликовать это видео именно в холодное время года, когда за окном снег или слякоть, и так хочется солнца и тепла. Мы постараемся создать для гусеницы условия, похожие на те, в которых она живет в природе. Мы нашли ее недалеко от ручья, а это значит, что эта гусеница не любит слишком засушливые места. Поэтому дно террариума засыпем кокосовой крошкой, которая поможет поддерживать необходимый уровень влажности. Поставим в террариум несколько разных коряжек и веточек, а также листики, которыми наша гусеница питалась в естественной среде. Первые несколько часов гусеница с осторожностью и интересом исследовала новую для нее территорию. К нашему удивлению, эта маленькая гусеница оказалась ужасно прожорливой. Она очень много кушала и отходов от нее было тоже немало. Раньше я сомнительно относилась к новостям про нашествие гусениц. А теперь нисколько не сомневаюсь, что небольшая армия голодных гусениц может уничтожать целые поля. Нам приходилось каждый день прибираться в террариуме и добавлять новую порцию свежих и сочных листочков. Прошло некоторое время, и наша гусеница стала как-то странно себя вести. Совсем перестала кушать и очень активно ползала по всему террариуму. Точно так же они ведут себя и в природе, когда ищут укромное местечко, подходящее для следующего этапа их жизни. Такое место наша гусеница нашла себе под самой большой коряшкой. Перед окукливанием гусеница строит себе кокон. Она свивает его из липкой жидкости, которая вырабатывается нижней губой. Эта жидкость затвердевает на воздухе и становится нитью, похожей на паутину. А вы знаете, из кокона какой гусеницы добывают натуральный шелк? Наша гусеница вплетает между ниточками свои волоски для дополнительной защиты. Они, кстати, еще и ядовиты. Посмотрите, как старательно она прикрепляет каждую ниточку. Не забудьте поставить лайк. Мне кажется, эта пушистая малышка вполне его заслужила. Уже сейчас в организме гусеницы происходят серьезные изменения. Под верхним слоем ее кожи, вернее кутикулы, происходит формирование куколки. Результатом стараний нашей гусеницы стал вот такой замечательный домик. Через стеклянное дно террариума мы сможем наблюдать за тем, что происходит внутри. Конечно, там очень темно, и нам не удастся ничего снять. Но происходит там вот что. Гусеница совершает волнообразные движения, с помощью которых постепенно сбрасывает с себя кутикулу, как чулок, обнажая пока еще мягкую куколку, которая через несколько часов затвердеет. И в таком состоянии она будет находиться еще целых две недели. Через дно террариума мы разглядели, что наша гусеница полностью окуклилась, и решили аккуратно открыть кокон. Не беспокойтесь, куколка довольно прочная, и будущей бабочке ничего не угрожает. Зато мы сможем посмотреть, как она появляется на свет. Только это будет уже в одном из наших следующих роликов. Не забудьте подписаться и включить колокольчик. До новых встреч! Пока-пока!